Здравствуйте! Специалисты Центра здоровья и профилактики в актовом зале 131-й гимназии обследуют учеников средних классов, проверяют уровень холестерина и глюкозы, проводят электрокардиограмму, измеряют рост, вес, оценивают частоту пульса. И это далеко не все процедуры. В 60% случаях детки нуждаются в дополнительных методах исследования. Мы направляем данные в лечебные учреждения, в частности в поликлинике, и направляем в школы с рекомендациями, что по каждому ребенку рекомендуем мы дальше делать. С каждым годом, говорит директор, желающих принять участие в акции становится больше. За предыдущие два года обследовалось около 100 учеников. В этом 120 заявок. Проводится определенная просветительская деятельность с нашей стороны, со стороны медиков. И родителями воспринимается это все с каждым годом более позитивно и положительно, потому что в одном месте, в принципе, не отрываясь от учебного процесса, можно провести такое значимое обследование. Скажите, пожалуйста, у родственников ваших диабет, астма, онкология были у кого-то? Нет. Не было? На учете стоите у педиатра? Нет. После диагностики и анкетирования школьники отвечают на вопросы врача. Екатерине 13, большую часть своей жизни, 9 лет, она занимается цирковым искусством. В акции участвует второй год подряд. На самом деле это очень важно, хотя со стороны это просто обычное обследование. Ты можешь не предвидеть беды. Если у тебя что-то болит, сразу же надо обращаться к врачу или есть возможность проходить обследование по программе «Здоровое сердце ребенка». В этом году по программе «Здоровое сердце» оценят сердечно-сосудистую систему у школьников в 57 районах и 8 городах края. Врачи уверены, такая диагностика поможет подросткам избежать проблем во взрослом возрасте. А если они есть уже, начать лечение. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком.